Потеплело, и это значит, что на дорогах города будет больше ДТП. Как погода, связанная с числом аварий? Напрямую. Весной и летом число автолюбителей увеличивается за счет водителей мопедов, скутеров, мотоциклов, а значит возрастает их количество ДТП с участием. А зимой люди более внимательны на скользких дорогах, а летом любителю погонять ничего не сдерживает. Есть, так сказать, вневременной фактор, влияющий на аварийность неопытные водители. Именно они часто становятся участниками страшных аварий. Власти уже давно подметили эту статистику, и потому с каждым годом ужесточают работу автошкол, ведущих некачественную подготовку подробностей в материале Евгения Зубцовой. Все? Заводим машину, да? 50 часов практики вождения, 106 теорий, 2 месяца обучения и водительское удостоверение можно сказать в кармане. Курсантов этой автошколы гоняют по полной, чтобы потом не было стыдно за их езду на дороге. Такой вот принцип обучения. Однозначно, что больше половины у нас сдает с первого раза. Но в основном, конечно, 100% теория. Мы к этому всегда стремились и стремимся. Автодром. Но город, конечно, это уже тут субъективные факторы возникают. Впрочем, есть автошколы, где курсанты даже с четвертого раза не могут сдать экзамены. Качеством обучения всерьез заинтересовались власти на федеральном уровне. Сейчас обсуждают идею закрыть по всей стране центры, где дают очень слабую подготовку. Между тем, за качеством обучения в автошколах Тюменской области следят непрерывно. Постоянно проводятся проверки. В 2012-м их было 29. В итоге 10 обучающих организаций закрыли. У одной приостановили лицензию до решения суда об ее аннулировании. Идея убрать слабое звено на рынке автошкол появилась и после ужасающих сводок ДТП. Аварий по вине новичков много. Например, в Тюмени с начала этого года их уже было 86. Эти водители часто превышают скорость и не пропускают пешеходов. В этом году по вине начинающих водителей со стажем до 3 лет идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Но, тем не менее, их количество еще очень велико. По их вине с начала года погибли 4 человека. 125 человек на территории области получили травму. Сегодня в Тюменской области зарегистрированы 98 автошкол. Среди них есть центры без своего автодрома, штатных преподавателей и даже офиса. Региональные депутаты тоже обеспокоились качеством обучения курсантов. И нашли способ хоть как-то стимулировать автошколы к улучшению работы. Мы приняли решение о проведении конкурса среди автошкол. И вот первое подведение итогов уже состоялось. Названы лучшие школы. Школы, которые, курсанты которых практически с первого раза сдают экзамены и получают водительские права. Лучших наградят в июне, а вот с худшими церемониться не будут. До 1 июля планируется закрыть еще 26 автошкол. Конечно, после завершения обучения курсантов. Евгения Зубцова, Максим Плюхин, Сибинформбюро.